Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши ученики. Поприветствую вас из Турции, из Анталии. Часто приходят к нам разные вопросы, но хочу на них ответить особенным подходом. В жизни всегда есть такие моменты, когда ты не знаешь, что делать. Иногда бывает и у меня тоже. Если я не знаю, что делать, я обязательно посмотрю, кто в мире это уже сделал. Например, когда впервые написал книги, я не знал, кто это, то есть я не знал, как это делать, я начал искать того, кто это сделал. И то же самое, когда сейчас занимаюсь садоводством, я смотрю, кто это преуспел, у кого успешный опыт. Или то же самое, когда теплица, или то же самое, сеть в магазинах и так далее. То есть есть вещи, которые иногда делаю, то, что еще никто не делал. И тогда начну что делать? Тогда начну стараться быть первым, изучаю. Первым делом, одним словом, я ищу консультанта и советника, наставника. Именно тех людей, практики, которые это сделали. В моей жизни самой большой гордостью является моя мама. Я честно скажу, она для меня была и наставницей, и можно сказать, все. Она заменила меня и отца, и мать, и так далее, и наставника. Поэтому она была моей гордостью. Я очень многому училась у нее, и до сих пор анализирую, смотрю свою жизнь, насколько это было важно, и ее воспитание до сих пор мне помогает. Поэтому, а сейчас для меня моей гордостью являются мои дети. От моей мамы царство небесное, дай Аллах ей в раю место, сейчас она ушла от жизни, но самый важный совет, который от них, от нее передавал бы своим детям, это служить Аллаху, служить народу, быть честным, правдивым. Однажды она мне сказала, сынок, ты можешь стать ученым, академиком, ты можешь стать богатым, ты можешь кем угодно стать, но я об этом не мечтаю. Я сказал, мам, почему вы не мечтаете о том, что я был богатым, успешным, признанным. Она сказала, это само собой произойдет с ног. Я мечтаю, чтобы ты стал достойным человеком. Вот этот совет передал бы своим детям. Если я сказал бы что-то в своем молодости, я сказал бы так, найди сначала наставника, потом делай что угодно. Дело в том, что у каждого героя есть наставник, иначе он не стал бы героем. И у каждого чемпиона есть тренер. Если хочешь быть чемпионом, тогда, пожалуйста, обязательно в порядке найди себе тренера. Я сказал бы себе так, много своих ошибок, которые за моей спиной есть. Я когда анализирую, я вижу, что именно связано с тем, что единоличный принять решение, не советовался ни с кем. Вот поэтому. Что меня вдохновляет? Меня вдохновляет служение. У меня большие цели, очень много целей и большие причины. Поэтому я работаю над тем, чтобы максимально эти цели достигать. И самое главное, максимально свою жизнь прожить по пользам. То есть быть полезным себе, обществу и детям. Это меня очень сильно вдохновляет. Я никогда не останавливаюсь. И считаю, что глупо останавливаться. До самого смерти надо стараться что-то добиться. Жизнь – это реализация, это сама реализация. Жизнь – это шанс. Я считаю, что жизнь – это возможность. Эту возможность надо использовать. Утром, в первую очередь, я думаю о молитве. Я каждое утро, когда стою, благодарю Аллаха. У меня полтора часа иногда время, иногда минимум час уходит на чтение Корана и зыкры, вспоминания Всевышнего, благодарности Всевышнему. Каждое утро это уходит. А каждый вечер я обязательно в голове промотаю свои цели, обдумаю, анализирую сегодня, что я успел сделать, что было успешно. Хотя бы от 5 до 10 факторов успеха сегодняшнего утверждаю, чтобы понять, что сегодняшняя моя жизнь, она не прошла просто мимо бесполезно. То есть каждый день я должен чему-то учиться. Хотя бы 3-4 инсайта я закладываю в своей голове и думаю о своей цели. Что я сделал? То, что приближает меня к моей цели. Какое событие корня изменило мою жизнь – это умение преодолеть барьеры, умение преодолеть трудности. То есть это что означает? Это означает, что где-то 7 раз в моей жизни были такие случаи, что мне пришлось постоянно, я столкнулся с тем, что вообще не было возможности. Например, когда бросили 3 вуза, не было возможности учиться, бросили и уехал в Россию. Или когда был грузчиком, бросили все и пошел учиться. Или когда захотели стать тренером, и у меня не было, я не мог говорить на русском языке, возможности не были и так далее. Или когда попал в долгах. То есть получается, что, если одним словом сказать, это любой барьер преодолеть новые возможности. Вот это изменило мою жизнь. И эта способность раз за разом у меня закрепилась. Поэтому каждый раз, когда я сталкиваюсь с какой-то трудностью, это наоборот меня заводит, это наоборот я создаю себе визы и это вдохновляет очень сильно. Поэтому умение любой барьер превращает в новые возможности. Долги стали для меня возможности. То, что я не мог учиться в школе, это стало для меня возможности. То, что я не мог говорить на русском идеально, и хотя до сих пор не умею говорить на русском, это все превращало в новые возможности. И те бизнесы, которые я сейчас строю, я строю их на решении проблемы народа. То есть любую проблему, барьер, то, что невозможно, превращать в новые возможности. Я так и делаю сейчас. А вот именно такой, чтобы я потерял веру в себе, такого не бывает. Такого не бывает, что я потерял веру в себе, но бывает, что я устаю. Когда я устаю, я просто начинаю понимать, что... Как я узнаю? Я начинаю чувствовать, что меня что-то раздражает, когда люди говорят, что меня раздражает. Или я чувствую, что иногда мне, скажем, что... Либо я чувствую, что слишком сильно устал и так далее. Вот такое бывает. И тогда что делаю? Просто постараюсь выспаться. Я постараюсь выспаться. Иногда бывает, что много ситуаций не складывается, как я хочу. Не получается. Партнеры подводят, команда подводит. Продукты не продаются так, как я ожидал. Иногда партнеры жестко мне подводят. Я вкладываю деньги и требую много денег, инвестиций и так далее. И тогда в таких случаях я просто делаю одну вещь. Я фокусируюсь на свою цель. Фокусируюсь именно на то, что я могу. То есть дальний момент, на что я могу повелять. Я фокусируюсь на это и начну действовать. Я не думаю о конкурентах. Я не думаю о тех ребят, которые мне предали. Я просто оставляю их за спиной и уйду дальше. Я считаю, что это просто оплата за учебу порою. И иногда считаю, что это просто немножко денег. Я на них не хочу застреляться. Не хочу засекроваться. Они, которых ребята, которые меня сильно подвели и так далее, я не наказываю. Просто оставляю на жизнь. Я говорю так. Жизнь бьет сильнее меня. Жизнь тебе судья. И ухожу. И знаете, за все это время я видел, что вот этот подход мне помогло. Я не пытался отомстить и так далее. Это помогло мне. Помогло мне быстрее расти. Быстрее развиваться. А те ребята, которые меня подвели постоянно, они до сих пор прошло хоть 10-12 лет. Они топчутся на одном месте. В банкротстве никак не могут вылезать. Хоть несколько направлений занимаются. Вот чем бы они ни занимались, все равно она остается внизу. То есть я понял, что не надо заниматься тем, что отомстит кого-то. Наоборот, преодолеть, идти дальше, фокусироваться на цели. Чего бы я никогда не сделал в жизни, это я бы постарался, что не тратить до последних копейка. Я бы не оставил детей просто на самотек, как они сами себе вырастут и так далее. И никогда бы не унижал бы свою семью, свою жену и так далее. То есть одним словом, я постарался бы не подвести ни партнеров, ни детей, и ни самого себя. Это никогда бы я не делал в жизни. Какие советы я мог бы давать новичкам и так далее? Планируйте свою жизнь. Разработайте стратегию своей жизни. Это очень-очень важно. Если вы разработаете стратегию своей жизни, потому что ваша жизнь все равно имеет начало конца. Дело в том, что я ни разу не встретил человека, который полностью свою жизнь планировал. Я вижу людей, которые в этом году имеют план, или на 2-3 года, или какие-то точки, цели имеют, но конкретный план не составляют люди. Ставьте свой план на 100 лет своей жизни. Планируйте, мечтайте, пишите. Это сбудется, обязательно это произойдет. Потому что если Всевышний давал вам какие-то там мысли, какие-то мечты, какую-то цель, он обязательно давал вам ресурсы для реализации этой мечты. Что мешает мне жить, это то, что я иногда распыляюсь. Я берусь за много идей, одновременно, потому что у меня очень много идей. Очень много идей. Я идеолог, много стратегий и так далее. Иногда это не дает мне покоя, я очень много дел делаю. Очень много одновременно дел делаю. Возможно, где-то она мне помогает, где-то она иногда действительно мешает. Что хорошо помогает мне, вера в Аллаха. Я очень сильно верю. Я не ориентируюсь на свои возможности. Я всегда уплываюсь на Всевышнего. Я опираюсь на Него. Я знаю, что если Он дал мне эту мысль, значит, Он дает мне рука и мозг, ресурсы для реализации этой идеи. Я когда берусь за какое-то реальное дело, я вообще не думаю о ресурсах. Знаю, что Господь заранее эти ресурсы для меня готовил. Только моя задача научиться их находить. На миллион процентов. На миллион процентов счастливый человек. Почему? Ну, скажите, пожалуйста, для счастливого человека что необходимо? Если человек достигает своей цели, если он смог в обществе быть признанным, уважаемым, если у него здоровье дети, полноценное здоровье дети, если у него есть любимая жена, которую он любит, и он является любимым отцом, любимым мужем, и если у него, можно сказать, он реализовал себя в каком-то сфере, стал профессионалом, я думаю, что у меня есть миллион причин, чтобы быть благодарен Богу. Поэтому я очень счастливый человек. Если у вас есть хорошее образование, здоровье хорошее, самое главное, и это все когда дополняет вашу жизнь. Если вы и духовный человек, видите, я развивал себя во все параметры своей жизни последовательно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А не так, что в одном направлении на миллион процентов, а в другом направлении хромало бы. Нет. Потихонечку во все направления. И в духовности, и в материальности, и так далее. Поэтому я считаю, что это плоди оттуда. Я очень удачливый человек. Честно скажу вам, я считаю, что меня Аллах очень сильно любит. Почему? Потому что, когда человек уплывается на Всевышнего и начнет больше делать добро, и большее количество людей молится за него, он обязательно удачливый. Хочу сказать так. Знаете, что надо понимать? Надо понимать, что ваша сила – это не в деньгах, или ваша сила – это не власти, или не образование. Ваша сила – в намерении. Когда ваше сердце честное и чистое, и ваше намерение очень сильное, Всевышний всегда помогает вам, и станет очень удачливым человеком. Я себя считаю любимчиком Бога. Меня очень много критикуют, особенно когда на русском непрофессионально разговариваю, и так далее. Потому что некоторым людям это просто непонятно. Как такой человек, который не умеет говорить на русском, хотя бы там выше среднего, но добылся многого. Два вида критика существуют. Один вид критика – это когда конструктивная критика, это когда они рассказывают о моих минусах, о моих недостатках. Я к этому очень хорошо отношусь, я наоборот это сделаю для себя учеба. Так что я уважаю людей, которые меня критикуют, но у них есть конструктивная критика. То есть когда они мне показывают мои минусы, мои недостатки, я откритик к критикам со своим клиентам, со своим слушателям, со своим партнером, со своей командой. Я всегда так говорю, что ребята, не дайте мне ошибаться, помогите мне уменьшить мои количество ошибки и так далее я очень отношусь их читаю себе наставником когда они мне говорят мне мою реальную минусы мою реальный недостаток и я болезненно не реагирую на это наоборот я это очень благодарен и признателен им я признаю свои ошибки исправляю свои ошибки а что касается кусачи критика ну это понятно просто кусачи критик это зависть кусачи критика обычно люди говорят только когда когда сами не добились то что можно сказать кто-то другой добился а тогда они необоснованно питается питается что-то говорит что я на них вообще не слышу я на них отношусь так собака лает караван идет вообще внимание обращаю на таких людей мои жизни были несколько раз такие большие провали один из самый большой провал когда попал куча в долгах это было когда привел этого американца средней азии он инвестиционной программе продвигали резко попал куча в долгах вот тогда я пережил очень много трудностей и очень много сложности пережил протяжении 6 лет я от раздавал долги и было очень сложно очень трудно но мне удалось вырваться из это я около трех миллионов долларов попал в долгах и не имея никакого дохода больше не брал долги разработали стратегию и добился успеха тот момент я был очень недоволен но теперь это понимаешь это было тоже милость аллаха я читаю так когда мы молимся аллаху говорим его аллах господи помоги мне дай мне возможность быть успешным счастливым и так далее он как дед мороз не принесет вам домой подарок он создает ситуацию через который вы пройдете становитесь этим это путь золото золото пройдет через загон через попадать между молот и наковальни его много раз бьют шлифуют потом становится драгоценностями человек тоже сами это наверное дорога к успеху вот такая легкой пути к успеху не бывает я не верю когда кто-то мне говорит что просто легко добиться успеха потому что вы никогда не найдете человека добившего успеха который за его спиной не будет провали не будут трудностей не найдете такого героя который за его спиной просто не было то есть чтобы за его спиной было просто гладкая дорога ну не бывает такое обязательно за их спиной обязательно было много сложностей много трудностей через это они прошли столетия без чего не могу обойтись ни дня без молитвы я каждый день молюсь я всегда совершаю молитвы и почему потому что я убежден в этом что молитва это сопровождает человека молитва делать нас милосердным молитва делать нас терпеливым молитва воспитывает нас очень хорошо воспитывают знаете заставлять нас понимать других и принимать жизнь какая она есть со всеми его недостатками и достоинствами довольствоваться иногда порой малому довольствоваться иногда таким что происходит в жизни принимать ситуация не страдать я не я не говорю что быть терпеливым терпеть то что тебе не нравится они это говорю понимаете не путайте пожалуйста что надо терпеть тебе не нравится тут терпишь тебе больно ты терпишь я не это имею ввиду я имею ввиду что молитва помогает тебе осознать и решать проблему решать ситуацию чтобы не попасть в этом повторно и самое главное отпускать без боли умение прощать мои первая работа я самом начале когда начал работать а мне было 17 или восемь лет я поехал огороде колхоза собрал картошкой и мне вечером давали помогать забрать картошку вечером мне давали ветра картошка я при этом видео картошка брат привел домой а я перевел по дороге там было у нас ларок был такой я привел это ведро карточка на 80 копейк продала я до сих пор помню это продал лароки это было мой первый заработок который сам заработал хотел бы изменить свое прошлое себя мог я думаю что честно скажу вам иногда назад оглядываюсь и скажу что вам нет не хочу ничего изменить почему потому что живут от жизни которые можно мечтать до через боли через сложности через трудности я прошел и в нем есть много счастья в нем есть много интересного и много боли радости поэтому я ничего не хочу изменить я хочу хотели бы оставить все так как есть почему потому что аллах выбрал для меня тот путь который без если уберешь какой-то час моей жизни это уже не я буду это будут не давал а то это будет кто-то кто-то другой поэтому я очень благодарен всевышним очень благодарен судьбе почти всем я на 1000 процент все свои детские мечты реализовал я мечтал писать книги написал я мечтал путешествовать в мире я больше половины мира объездил я мечтал маму отвезти в микки отвез я мечтал иметь хорошую семью у меня с очень прекрасная семья хороших детей они у меня есть я мечтал сниматься в фильме и снимал свой фильм но очень многие мечты которые у меня были я их реализовал осталось только частный самолет я думаю что его попозже пробретаю почему потому что я сейчас могу его купить или это меня несложно прямо сейчас купить эту мечту но бель для меня сейчас важнее стало строить побольше школе важнее стал побольше строить обустроить много талантливых ребят на учебе и так далее я занимаюсь много благотворительности поэтому сейчас частный самолет для меня не настолько важнее стал по сравнению строить много школе потому что мой народ для меня дальний момент важнее мой народе и вообще и все человечество служить больше креста людям, стало для меня более важнее, чем иметь час на самолете или вот такие вещи. В общем, вот так, так что я все свои детские мечты я реализовал. Их очень много, но я их реализовал, а сейчас в дальний момент, конечно, у меня есть очень много целей, которые теперь надо реализовать. Успех – это видение, видение, это видение. Я бы не сказал, это везение, это работа. Я бы сказал, это видение и неустанная работа над собой, фанатичная работа над собой. Вот что я сказал бы. Почему? Потому что чем больше я работаю, тем больше мне везет. Вот что я хочу вам сказать. Наш доход растет до тех пор, пока растут наши стремления. Вы, чем больше работаете над собой, тем больше вы везунчиком становитесь. Это очень важно понимать. Если кто-то вам говорит, что это просто везение, я не верю. Везения не бывает. Любой человек что-то заслужил, поэтому к чему-то добрался. Просто так не бывает. Жизнь очень справливая. Никому просто так ничего не дает. Все надо заслужить. Честно скажу вам, очень хорошо отношусь. Я наоборот очень ценю людей, которые говорят правду на глазах. Когда человек говорит вам правду на глазах, вам не отчего боится. Я боюсь тех людей, которые перед тобой улыбаются, а за своей спиной хитросты натворят. Я наоборот очень уважаю людей, которые тебе говорят на глазах. Я их очень ценю. Даже если они говорят, пускай горькую правду. Даже если они говорят те вещи, которые мне не нравятся. Но это же лучше. Это открытие, честные люди. С ними наоборот легче работать, легче жить. И лучше с ними. Но иногда надо знать, где говорит правду, где мальчат. Вот это тоже очень важно. Почему? Потому что иногда есть правда, которая не принесет добро. Но иногда есть правда, которая принесет добро. Если эта правда разрушает семью. Если эта правда создает война между двумя государствами. Если эта правда создает раздор между отцом и сновьями. За кому нужна эта правда? Она никому не нужна. Поэтому лучше иногда порою таких вещей помольчать бы, хоть кто бы не был. Я очень ценю людей, которые говорят на глазах. Но больше ценю людей, которые владеют мудростью, знают уместно, что говорить и как говорить. Дорогие друзья, можете в комментариях писать свои мнения. Это было частично из моего опыта, то, что поделиться с вами. С вами был ваш бизнес-наставник из Востока, ваш покорный слуга Сайдмурат Довлатов.